В холле городского дворца детского и юношеского творчества идут последние приготовления. К выходу на сцену готовятся представители 16 вокальных и танцевальных коллективов со всех районов города. Готовятся к выходу на сцену и воспитанницы танцевального ансамбля «Выхыляс». Мы будем танцевать запорожский гопак. Уже 10 лет мы танцуем, поэтому для нас уже легко. Нужно, чтобы было актерское мастерство и нужно полностью отдаваться зрителю. Труды своей творческой деятельности демонстрировали не только на сцене, но и в холле дворца. Тут была организована выставка. На ней представлены аппликации, картины, написанные в разных техниках, петриковская роспись и многое другое. Особое внимание привлекают яркие вязаные куклы. Ребенок приходит со своими способностями, но без подготовки. И потом он проходит свой курс обучения и становления, и творческого развития. И только после этого он может представить вот такие творческие авторские работы, которые мы показываем. Первыми на сцене появляются воспитанники творческих студий. После представители городской власти поздравляют всех участников с дебютным концертом и награждают руководителей и педагогов творческих коллективов. Своё мастерство демонстрирует и 15-летний Андрей. Парень уже больше пяти лет занимается в цирковой студии. За это время успел освоить один из самых редких видов жонглирования. Предмет называется дьявола. Это один из самых редких и самых древних видов жонглирования у нас в стране, которым практически уже никто не занимается. Знаете, тренер как-то показал, и что-то в душе такое закололось. Трепалось, и вот захотелось попробовать, попробовал, закрутилось, завертелось и завертелось. Мероприятие прошло при поддержке Департамента образования и науки Запорожского горсовета. Подобные отчётные концерты, уверен заместитель городского головы Анатолий Пустоваров, способны показать уровень и достижения воспитанников творческих студий. Наша задача – задействовать максимальное количество детей в развитии личностном, творческом, спортивном. Поэтому в городе Запорожье во внешкольные учреждения образования ходят 16 тысяч детей. Это где-то четверть всех школьников. И это наша главная задача, чтобы дети не шли на поводу каких-то пагубных привычек, а всё-таки выбирали творчество. Всего же на концерте выступило несколько десятков талантливых детей, которые продемонстрировали более 20 номеров. Продолжение следует...